Сура 39. Толпы. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Неспослание этой книги, Корана, идёт от Аллаха, величественного в своём могуществе и мудрого в управлении всем и в своих решениях, а не от кого-либо другого. «Поистине, мы не спослали тебе, о послание, к эту книгу, Коран, с истиной, в которой повелевается истина и справедливость. Поклоняйся же только одному Аллаху, делая исключительной только Ему всю свою веру. О да, Аллаху принадлежит и от Него исходит чистая, от многобожия вера. Все другие веры и верования не являются той верой, исполнять которую повелел Аллах. А те, которые взяли покровителей, божества, кроме Него, говорят. Мы поклоняемся им, божествам, только чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Поистине, Аллах рассудит между ними, между верующими, единобожниками и неверующими, многобожниками, в день суда относительно того, в чём они разногласят, относительно того, кому должно быть посвящено поклонение. Поистине, Аллах не ведёт истинным путём того, кто лжёт, изводя на Аллаха ложь, и неверен, отвергая его знамения и доказательства. Если Аллах желал бы взять себе Сына, то Он непременно выбрал бы из того, что Он творит, то, что Он желает. Это означает, что кроме Него, все остальные являются творениями, а творение никак не может быть Сыном Создателя, так как Сын – это Тот, Кто рождается. Но Аллах не желает себе Сына, так как приславен Он превыше того, чтобы иметь Сына. Он – Аллах, Единый, Всепобеждающий. «Сотворил Он небеса и землю, и всё, что в них, поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определённой целью. Он обвивает, покрывает ночью день, приводит ночь, и днём обвивает, покрывает ночь, приводит день. И подчинил Он Солнце и Луну на пользу и на благотворением. Каждый из них, и Солнце, и Луна, движется до установленного срока, до наступления дня суда, когда этот мир прекратит своё существование. Знайте, что Он величественный, многопрощающий тех, которые обращаются к Нему с покаянием. «Сотворил Он вас, о люди, из одного человека, Адама, и затем сделал из него его супругу Хавву, и неспослал, даровал вам из скота восемь парами, верблюда, верблюдицу, быка, корову, барана, овцу, козла и козу. Он – Аллах, создаёт вас в утробах ваших матерей, одним творением, после другого, определив стадии развития, в трёх мраках, в трёх оболочках, в животе, в матке и в плаценте. Вот таков Он вам, Аллах, Господь ваш. Ему принадлежит вся власть над всем, всё принадлежит только Ему, Он полностью управляет всем, и всё происходит только по Его знанию и дозволению. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины после того, как узнали её? Если вы, о люди, будете неверными, то Аллах не нуждается в вас, и не одобряет Он неверие для своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит это для вас, и не понесёт несущие, ноши, другой, ни на кого не будет возлагаться грех другого. Потом к вашему Господу предстоит ваше возвращение, и Он возвестит, сообщит вам то, что вы делали. Поистине, Он знает про то, что в грудях, душах, Его творений. А когда коснётся человека беда, Он взывает, обращается с мольбой к своему Господу, прося помощи, обращаясь только к Нему, оставляя поклонение кому-либо, кроме Него. Потом, когда Он позволяет ему благодать от себя, устраняет ту беду, что его постигла и дарует благо, Он неверующий забывает, что взывал к Нему прежде, и делает Аллаху равных, признаёт ещё кого-либо, кроме Аллаха Богом, чтобы сбить других людей с истинного пути. Скажи ему, о посланник, пользуйся своим неверием лишь немного, до окончания твоего жизненного срока, ты ведь окажешься затем одним из обитателей огня, ада. Этот неверующий лучше, или же тот, кто всецело предаётся в поклонении Аллаху в часы ночи, преклоняясь ниц и выстаивая в молитве, остерегаясь наказания в вечной жизни и надеясь на милосердие своего Господа. Скажи, о посланник, разве будут равны те, которые знают своего Господа и истинную веру, и те, которые ничего не знают об этом, но внимают увещанием, получают пользу от этого только обладатели здравого разума? Скажи, о посланник, что я говорю, о рабы мои, которые уверовали, остерегайтесь наказания вашего Господа. Тем, которые творили добро в этом мире, будет добро и в вечной жизни, рай, и ведь земля Аллаха пространна, чтобы можно было переселиться туда, где можно свободно поклоняться Аллаху. Поистине, терпеливым, тем, которые терпели ради довольства Аллаха, будет дана их награда в вечной жизни, без счета, без ограничения. Скажи, о посланник, людям, поистине, мне повелено поклоняться Аллаху, делая веру, поклонение, исключительно и только для Него, не поклоняясь кому-либо, кроме Него. И повелено мне, чтобы я был первым из предавшихся Аллаху, из моей общины. Скажи, о посланник, людям, я боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня постигнет наказание одного великого дня, дня суда. Скажи, о посланник, только Аллаху я поклоняюсь, делая исключительно для Него мою веру, мое поклонение. Поклоняйтесь же, о многобожнике, чему желаете помимо Него, и затем вы узнаете, насколько плохо это вам обернется в тот день, когда вы встретите вашего Господа. Скажи им, о посланник, поистине, по-настоящему, потерпевший убыток – это те, которые нанесли убыток самим себе, войдя в ад, и своим семьям потеряли свои семьи в день воскрешения. О да, вот это и есть явный убыток. Для них, для потерпевших убыток, будут в день суда над ними навесы из огня, и под ними тоже будут навесы. Этим, таким наказанием, страшит Аллах своих рабов. О, рабы мои! Остерегайтесь меня, моего наказания, исполняя мое повеление и отстраняясь от ослушания меня. А те, которые отстранились от лжи Бога, чтобы не поклоняться Ему, не поклонялись кому-либо, кроме Аллаха, и обратились к Аллаху с покаянием и единобожием, для них радостная весть, как в этом мире, тем, что им содействует Аллах, и в вечной жизни, довольством Аллаха и вечной обителью счастья. Обрадуй же, о пророк, рабов моих, которые прислушиваются к Слову и следуют за лучшим из Него, за лучшим словом, словом Аллаха и за тем словом Его посланника. Такие – это те, которых наставил Аллах на истинный путь. И такие – они обладатели здравого разума. Разве ж тот, для которого обязательно, неизменно слово наказания, для того, кто упорствует в заблуждении и отворачивается от истины, разве ж ты, о посланник, спасёшь тех, кто в огне? Разве ты сможешь привести к вере такого, для которого Аллах обещал вечные мучения в аду? Но те, которые остерегались наказания своего Господа, поклоняясь и полностью повинуясь только Ему, для них в раю горницы, выше которых ещё построены горницы, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, по обещанию Аллаха, данному им. Не нарушает Аллах обещание. Разве ты не видел, разве ты не рассуждал о том, что Аллах низвёл с неба, с облаков воду, дождь и повёл её источниками в земле? Потом он выводит посредством её посевы разных цветов. Потом всё это увядает. И ты видишь его пожелтевшим. Потом обращает он его в рассыпающуюся солому. Поистине, в этом, в том, что происходит с водой, напоминание для обладателей здравого разума, о том, что земная жизнь подобна этому примеру. Разве что тот, грудь которого Аллах расширил для ислама, полной покорности ему, и он обладает светом от своего Господа, знанием о Нём и о Его законе, равен тому, кому Аллах не даровал веру. Горе же, сильное наказание, обещано тем, чьи сердца чёрствы к поминанию Аллаха, тем, которые не принимают Его Слово. Такие они пребывают в явном заблуждении. Аллах не спасал наилучшее повествование – Коран. Книгу со сходными, по сути, красоте и достоверности смысла и повторяемыми частями, где повторяются доказательства и разъяснения, истории и положения, от угроз в которой проходит дрожь по коже тех, которые боятся своего Господа. Затем смягчается их кожа и сердца к поминанию Аллаха, когда они слышат обещания о рае и райских благах. Это, такое воздействие Корана, является наставлением от Аллаха. Ведёт он этим, Кораном, кого пожелает, а кого Аллах ведёт в заблуждении, лишив его своего содействия, тому уже нет никакого наставника. Разве ж одинаковый тот, кто своим лицом защищается от злейшего наказания в день воскрешения, тот, кто брошен в ад, будучи скованным, и тот, кто наслаждается в раю, и будет сказано в тот день притеснителям, многобожникам, «Вкушайте последствия того грехов, что вы приобрели в своей земной жизни». Отвергали посланников, те, кто был, жил до них, до твоего народа, о посланник, и приходило к ним наказание, откуда они и не чувствовали, откуда они и не ожидали его прихода. И дал Аллах вкусить им, тем неверующим общинам, унижение уже в земной жизни, а ведь наказания вечной жизни больше, если бы они только знали это. И вот мы уже привели для людей в этом Коране всякие притчи, различные примеры и поучения, чтобы они одумались и удержались от своего неверия. И сделали его Кораном, на арабском языке, без всякой кривизны, нет в нем уклонения и неясности, чтобы они остерегались наказания Аллаха. Приводит Аллах притчей, примером, человека, раба, у которого одновременно несколько владельцев, о котором соучастники, его владельцы, припираются, и этот раб пребывает в растерянности, как заслужить довольство их всех, и человека, принадлежащего только одному человеку, и который знает, чего желает его владелец. Одинаковы ли они по примеру? Конечно же нет. Так же и многобожник пребывает в растерянности и сомнениях, а верующий уверен и спокоен. Хвала Аллаху! Но большая часть их, многобожников, не знает истины. Поистине ты, о посланник, смертен, умрешь, и поистине они тоже смертны. Потом вы, о люди, в день воскрешения перед своим Господом будете препираться. И кто же еще является притеснителем, нежели чем тот, кто лгал на Аллаха, измыслил ложь, и считал ложью истину, когда она явилась, не уверовал в истину, которая была ниспослана пророку Мухаммаду. Разве не в гиене место пребывания для неверных? А тот, кто явился с истиной, в словах и поступках, из числа пророков и их последователей, и признал ее, приняв ее на веру и воплотив в дела, то такие они остерегающиеся наказания Аллаха. Для них в раю будет то, что они пожелают у своего Господа. Это, таково оно, воздаяние искренне добродеющих, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили в земной жизни по причине их покаяния и отстранения от грехов, и воздал им их награду лучшим, чем то, что они совершали, чтобы даровал им рай. Разве же Аллах недостаточен для своего раба, как покровитель и защитник? А они, многобожники, пугают тебя теми, кем угодно, кроме него. Кого Аллах вводит в заблуждение, оставляет без своего руководства, то не будет тому наставника, того, кто вывел бы его на истинный путь. А кого Аллах наставляет на истинный путь, тому уже не будет заблуждающего, его никто не сможет ввести в заблуждение. Разве же Аллах не величественный? И разве он не обладатель мщения? Неужели Аллах не может отомстить тем из своих творений, кто совершает неверие и ослушается его? А если ты, о пророк, спросишь их, этих многобожников, кто сотворил небеса и землю? Они непременно скажут «Аллах». Скажи им, думали ли вы о тех, которым взываетесь мольбой помимо Аллаха, о ваших божествах? Если пожелает Аллах причинить мне какой-либо вред, избавит ли они меня от этого, его вреда? Или если он пожелает мне какую-либо милость, удержат ли они эту его милость? Они, конечно же, скажут «Нет, божества не могут этого». Скажи «Довольно мне лишь одного Аллаха, на которого уповают уповающие, когда желают, чтобы им было дано какое-либо благо, или же чтобы от них был отстранен какой-либо вред». Скажи, о посланник, этим многобожникам «О народ мой, действуйте так, как вы считаете правильным, по своей возможности, насколько вы можете, и поистине я тоже буду действовать, как повелел мне мой Господь, и вскоре вы узнаете, кому из нас придет наказание, унижающее его, наказание в этом мире, и над кем пребудет постоянное наказание, наказание в вечной жизни». «Поистине мы не спослали тебе, о посланник, книгу, Коран для людей воистине. И кто пойдет верным путем, путем Аллаха, то для самого себя, во благо себе. А кто заблудится, то тот заблудится против самого себя, во вред себе. И ты, о посланник, не поручитель за них, тебе не поручено сделать их верующими. Ты лишь посланник от Аллаха и доводишь до них то, что Он повелел тебе. Аллах принимает, забирает души своих рабов в момент их смерти, когда заканчивается их жизненный срок. И это называется большой кончиной. А ту душу, которая пока еще не умирает, Он забирает во сне. Во время сна душа тоже покидает тело. И это называется малой кончиной. И Он же удерживает во время сна ту душу, для которой по своей мудрости решил смерть, не позволяет ей вернуться обратно в тело. И отправляет, возвращает в тело другую душу, ту, для которой он еще не решил смерти, до определенного срока, до окончания его жизненного срока. Поистине, в этом, в том, что Аллах забирает душу умершего и спящего, непременно содержатся знамения, наглядные наставления и доказательства для людей, которые размышляют. Или же они, многобожники, взяли себе помимо Аллаха свои ложные божества, заступниками, которые заступятся пред ним. Скажи им, о посланник, неужели вы берете их себе заступниками, как вы об этом сами утверждаете, даже если они ложные божества, не владеют ничем и не разумеют, не понимают, что вы им поклоняетесь. Скажи, о посланник, этим многобожникам, Аллаху полностью принадлежит все заступничество. Никто не может заступаться за кого-либо без его дозволения. Ему принадлежит вся власть, полное владение и управление над небесами и землей. Потом к нему вы будете возвращены, в день суда, для расчета и воздаяния. А когда упоминается лишь один Аллах, испытывают отвращение сердца тех, которые не веруют в вечную жизнь. А когда упоминаются те, кто помимо Него, их ложные божества, вот они радуются, так как многобожие соответствуют их прихотям. Скажи, о Аллах, Творец небес и земли, ведающий сокровенное и явное, ты рассудишь между твоими рабами то, в чем они разногласили, в земной жизни. И если бы у тех, которые совершали беззаконие, у многобожников, было бы все то, что на земле, все богатства, и еще столько же вместе с этим, то они непременно стали бы откупаться этим, чтобы спастись от ужасного адского наказания в день воскрешения. И открылось, стало представленным им неверующим от Аллаха то наказание, на что они даже не рассчитывали, когда жили на земле. И открылись, стали представленными им неверующим в день суда те плохие деяния, неверие и ослушание Аллаха, что они приобрели и в земной жизни, и постигло их то наказание, над чем они насмехались прежде. А когда коснется, постигнет человека беда, он взывает, обращается с мольбой к нам, прося помощи. Потом, когда мы позволяем ему благодать от нас, устраняем ту беду, что его постигло, и даруем благо, он говорит, «Мне это даровано по знанию Аллаха, что я заслуживаю этого». О нет! Ведь это искушение, испытание, в котором проявляется, кто из его рабов благодарен, а кто неверен, но большинство их по своему невежеству не знают этого, и поэтому воспринимают испытания Аллаха за его дар. Уже говорили это, такое же, те неверующие общины, которые были до них, и не избавило их, прежних неверующих, от наказания Аллаха то, что они приобрели, ни дети, ни богатства. И постигли их, тех, которые говорили это, из прежних общин, последствия плохих деяний, которые они приобрели, совершили сами. А те, которые проявляют беззаконие, из этих, из курайшитов, их тоже постигнут последствия плохих деяний, которые они приобрели, и они не будут в состоянии ослабить его наказание, не смогут избежать его. Неужели они не знали, что Аллах уширяет, увеличивает удел, кому пожелает, из числа своих рабов, испытывая, будет ли он благодарным ему, и ограничивает удел, кому пожелает, испытывая, будет ли он проявлять терпение? Поистине в этом увеличение и ограничение удела однозначно знамение для людей, которые веруют и знают о мудрости и милости Аллаха. Скажи, о посланник, что я говорю, о рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, долго продолжали совершать грехи, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине, Аллах прощает грехи полностью, тем, которые обращаются к Нему, с покаянием, какими бы эти грехи ни были. Ведь поистине Он прощающий, милосердный. И обратитесь, о люди, к вашему Господу с покорностью и покаянием, и предайтесь Ему, прежде чем постигнет вас наказание. Ведь тогда, когда придет наказание, вам уже не будет оказана помощь. Никто уже не поможет. И следуйте за лучшим, что не спослано вам от вашего Господа. Исполняйте то, что повелено в Коране. И удержитесь от того, что в нем запрещено, прежде чем придет к вам наказание внезапно, когда вы и не будете чувствовать этого. Чтобы потом не сказала душа, человек, о горе мне за то, что я был не родив по отношению к Аллаху. И ведь я был лишь одним из насмехающихся над повелением Аллаха, его книгой, его посланникам и верующими. Или чтобы не сказал человек, если бы Аллах наставил меня на истинный путь, то я непременно был бы из числа остерегавшихся наказания Аллаха, исполнял бы его повеление и сторонился того, что он запретил. Или чтобы не сказал человек, когда увидит наказание Аллаха, которое окружит его в день расчета. О, если бы у меня была возможность прожить в мире еще раз, тогда я был бы из числа поступающих наилучшим образом в повиновении Аллаху. О, нет! Это неправда, что ты говоришь. Ведь приходили к тебе мои знамения, которые указывали на истину, и ты счел их ложью и возгордился от того, чтобы принять их и последовать им, и оказался из числа неверных. И в день воскрешения ты увидишь тех, которые возводили ложь на Аллаха с лицами почерневшими. Разве не в гиене, место пребывания для высокомерных. И спасет Аллах от наказания в аду тех, которые остерегались его наказания, по причине того, что им уже было предписано обрести успех. Не коснется их зло, ничуть из адского наказания, и не будут они печальны за то, что миновало их в земной жизни. Аллах – создатель каждой вещи, всего, и Он всему сущему является покровителем, хранителем и свидетелем. Ему принадлежат ключи небес и земли. Он распоряжается всем сущим и распределяет все по своему усмотрению. А те, которые стали неверующими в знамение Аллаха, в аяты Корана, то такие являются потерпевшими убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни. Скажи, о посланник, этим многобожникам, неужели еще кому-то другому, кроме Аллаха, вы прикажете мне поклоняться, о невежды. И уже дано откровением тебе, о пророк, и тем пророкам, которые были до тебя. Если ты предашь Аллаху сотоварищей, кого-то еще, кроме Него, признаешь Богом, то непременно станет тщетным твое деяние. Все твои благие дела ничего не будут стоить перед Аллахом, и в таком случае ты обязательно окажешься из числа потерпевших убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни. Наоборот, только Аллаху поклоняйся и будь из числа благодарных. И не почтили они, многобожники, Аллаха должным образом, приравняв ему свои измышленные божества, а ведь его величие таково, что вся земля будет всего лишь пригоршней в его руке в день воскрешения, и небеса будут скручены его десницей правой рукой. Приславен он и превыше того, что они, многобожники, предают ему всотоварищи, причист, чтобы иметь равных себе. И дунут в трубу в первый раз, и будут повержены, словно молнией, умрут те, кто в небесах, ангелы, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах оставить живыми, некоторые ангелы, райские гурии и другие. Потом дунут еще раз для воскрешения всех творений. И вот они, творения, будут стоять, смотря и ожидая, что с ними будет происходить. И в день суда озарится земля светом Господа ее, когда он явится к собранным всем вместе творением, чтобы произвести великий суд. И положена будет книга, книга деяний каждого, для расчета, и приведут пророков, которые будут свидетелями своим общинам, что довели до них то, что повелел им Аллах, и свидетелей, ангелов, песцов, и решено будет между ними по истине, по полной справедливости, и они не будут обижены. Ни на сколько не будут убавлены благодеяния, и не будет дано наказание за то плохое, что человек не совершал. И полностью будет дано каждой душе за то, что она совершила. И он, Аллах, лучше знает, что они совершили в земной жизни. И погонят тех, которые стали неверующими, в гиену, в ад, толпами, которые следуют друг за другом. А когда они придут к аду, откроются врата ее, семь ворот ада, и скажут им, неверующим, стражи ее, гиены. Разве к вам не приходили посланники от Аллаха, из числа вас самих же, которые читали вам знамения вашего Господа, которые он не спасал для вас, и которые предупреждали вас о встрече с этим вашим днем, о том, что вы неизбежно встретите день суда. Скажут они, неверующие. Да, приходили и предупреждали, но однако обязательно неизменно слово о наказании, обещанное Аллахом, для неверующих. Аллах обещал наказать неверующих, и Аллах не меняет своего обещания. Будет сказано им неверующим, «Войдите во врата гиены, ада, и будьте вечно в ней, и как же скверна обитель высокомерных! и направят тех, которые остерегались наказания своего Господа, тех, которые были единобожниками и повиновались ему в рай толпами, которые следуют друг за другом. А когда они придут туда, к раю, будут открыты врата его, и скажут им, пришедшим, стражи его, ангелы, «Мир вам!» Вас не коснется ничего плохого. Вы благие, благими были ваши деяния и благо ваше воздаяние. «Входите же в обитель счастья для вечного пребывания!» И скажут они, верующие, когда увидят то, что уготовал для них Господь их в раю. Хвала Аллаху, который исполнил свое обещание, которое он дал через своих посланников о том, что верующих и покорных ему ожидает такая награда и почет, и дал нам в наследство райскую землю. Мы будем поселяться в раю, где пожелаем. И как прекрасна награда трудившихся, тех, кто усердствовал в повиновении своему Господу. «И ты, о пророк, увидишь ангелов, окружающих трон Аллаха, которые восславляют Господа своего, вознося хвалу ему. И будет решено между ними, между всеми творениями, поистине, по полной справедливости, введя одних из них в рай, а других в ад. И будет сказано верующими, хвала Аллаху, Господу миров, за его истины и справедливый суд». Субтитры создавал DimaTorzok